Ввиду ограниченного времени Андрея Владимировича, поскольку у него есть следующее еще запланированное мероприятие, прошу уважительно сессийского пожелания. И в этот раз мы не сможем организовать автограф-сессию, в следующий раз обязательно организуем, но максимальное количество времени для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, мы попробуем организовать. Поэтому, ну что ж, я думаю, что Андрей Владимирович не требует отдельного представления, все знают, какой-то уважаемый человек, известный психотерапевт, известный писатель, прошу всех встретить аплодисментами Андрей Владимирович Курфатов. Долго вы не сняли, работали над этим. Тут было розы. Главное подготовиться, а потом как пойдет. Работаем. Раз, раз, раз. Ну вообще это вот это. Видите, я вам все показываю свои электрические припоры. Все, гениально. Все справились, 25 человек. Ну все, гениально. Назвали героические презентации это мероприятие. Это я уже постою. Презентовать сейчас мне пока нечего. Я только-только закончил книгу «Машиномышление». Если вы там сидите, знаете, вот такая получится. Толстая, точнее в двух книгах. Это продолжение книги «Чертоги разума», в которой я рассказываю о том, как формируется вообще вот этот вот комплекс наших нейронных связей, обеспечивающих механизм мышления. Об машине мышления я показываю, как это мышление в нас думает само собой. Те, кто читал «Красную таблетку», знают, что нам кажется, что мы думаем, на самом деле думает наш мозг. И вот как он думает, за счет чего, самая же главная проблема, что он не останавливается. Я от него больше всего переживаю, чтобы он, может быть, стоял во время, а потом думал, а потом... Но он постоянно вас что-то крутит и вешает. И я рассказываю об этом как с точки зрения нейрофизиологии, так и с точки зрения современных представлений и из области аналитической философии, философии сознания. Показываю, как можно концептуализировать тот интеллектуальный процесс, который у нас происходит в голове. И каждый из этих двух томов заканчивается инструментарием. Ну, может быть, кто-то слышал уже про факт-карты. Я про них рассказываю, в частности, в «Чертогах разума». У нас есть онлайн-курс по факт-картам, где мы обучаем этой технологии. Значит, здесь, в этих двух книгах, обе машины мышления, машины мышления один, машины мышления два, каждый из них тоже по одному инструменту. Значит, то, что касается первого тома, он заканчивается... Я, поскольку занимаюсь искусственным интеллектом и созданием, соответственно, алгоритмов, которые способны воспроизводить особенности работы нашего мозга на железе. Вот. И разработана такая концепция, называется «Pring principles programming». Это пять универсальных принципов, которые обеспечивают мозгу на любом уровне иерархии. Возьмете вы клеточный, возьмете вы сетевой, возьмете вы анатомически целостный, и вы будете наблюдать работу этих пяти принципов, которые можно математизировать и, соответственно, воспроизвести логику работы психического аппарата. Не мозга человека, потому что мозга человека, я все время говорю, не воспроизводите. У кого есть идея, пожалуйста, вот это очень плохая машина. Эту машину не надо воспроизводить. Но принципы, которые эволюция создала и которые мы сейчас эту квинтесенцию вынули, они очень, на самом деле, продуктивны. А в машине мышления я рассказываю, как эти принципы можно применить к технологии факт-карты. Это называется уже, условно говоря, факт-карты 2.0. Условно говоря, весь пул вопросов, точек обзора, контекстов, которые необходимо учитывать для того, чтобы загрузить в дефолт-систему необходимое количество данных, для того, чтобы эффективно решать задачи, с которыми мы сталкиваемся. Вот, знаете, соответственно... Да, второй том я заканчиваю технологией, которая называется «Распаковка смысла». Ну, и те, кто еще знает доктора Квопатова, у меня в свое время была книжка, она называлась «Самые дорогие иллюзии». И там одна из иллюзий, от которых нам надо избавиться, это иллюзия взаимопонимания. Надежда, что мы будем поняты так, как мы сами понимаем то, что мы рассказываем. Ну, мы все находимся в иллюзии понимания. Нам все время кажется, что то, что мы говорим, понятно. Вот я сейчас тоже говорю, думаю, все понимают, все. Потом у меня что-нибудь спросите, откуда он, боже мой, с кем я сейчас проговаривал. Да, значит, у нас у всех есть иллюзия, что мы говорим понятно, потому что мы думаем-то не словами, мы думаем смыслами, то есть пониманием неких сущностей, которые мы пытаемся вербализировать и выдать нашему визави в качестве уже какого-то текста. Он получает набор звуков, расшифровывает их, и дальше пытается приладить к каким-то своим смыслам, которые у него находятся в голове, и уже их как-то пытаться, значит, интерпретировать. Дальше, получается, два человека поговорили. Сейчас это, кстати, становится вообще просто драматически. Я когда сейчас наблюдаю какие-то переговоры, вроде бы умные люди, в общем, все вроде бы в контексте разговаривают, и я просто понимаю, один и про одно говорит, другой, и оба качают головой и договариваются. Что там дальше потом все пойдет не так, это уже предсказуемо. Но это реальная проблема трансляции смыслов, которые мы думаем, да, другим людям. И вот распаковка смыслов – это техника, которая позволяет так учесть обстоятельства дела, да, потому что мы же с вами находимся в неком пространстве фактов, которые находятся в определенных отношениях друг с другом. И отношения вот эти вот между фактами, они, собственно говоря, что-то… Это какой-то… А, у вас, ну, что-то… У меня просто… Что-то в гухе. Вот, да. И технология состоит в том, чтобы, значит, соответственно, эти смыслы вынимать из речи, из текстов, из… Ну, где эти смыслы могут находиться, включая там и программное обеспечение тоже. Вот. Значит, соответственно, я вам презентую книжку, которую вы еще не можете увидеть, но я надеюсь, что она в течение месяца появится. Мне сказали, что к вам пришел Азон. Пришел вам Азон. Здесь нельзя, у вас магазин, наверное, другой. Да. Да. Ну, в общем, короче говоря, скоро будет книга. Так, значит, это я вам расскажу. Второе, что… Второе, что тоже я презентую то, о чем пока могу в словах рассказать, но тоже осенью появится. Я начал серию книг, она называется «Мозг и бизнес», и я делаю там… Первым сразу выйдет три книги, они очень такие прикладные, она называется «Мозг и бизнес», она посвящена, собственно говоря, ключевым знаниям, которые должен иметь человек, управляющий компанией, людьми, принимающий решения. Второе называется «Факт-карты» для бизнеса, там я рассказываю, соответственно, как использовать механизм «Факт-карт», когда вы работаете с какими-то бизнес-системами. И третье – «Фекторное кольцо для бизнеса» – это технология стратегического мышления в бизнесе. Если вы помните, у меня была такая книга, она называется «Троица». Вот, и «Троица», она что? Она рассказывает, что у нас с вами, несмотря на внешнюю схожесть, есть разные способы сборки карт реальности, представления о мире. То есть, кто-то из нас смотрит на этот мир и видит в нем образы, какие-то впечатления, тонкую такую рецепцию, очень чувствительные и так далее. Это такой рефлекторский способ сборки. Там всегда много компонентов, но они друг с другом не связаны причинно-следственными связями. Вот критическая позиция этому способу сборки наших представлений о реальности является такой аналитический способ сборки. Мы его называем конструкторами. То есть, это люди, для которых очень важно установить все причинные связи, все имеющиеся у них мысли додумать. На все им нужно иметь основание, обоснование и это должно быть элементом какой-то более общей системы, то есть, такой прям противоположный. Есть центрический тип, он как раз пытается сущности уловить. И, по сути дела, это три способа смотреть на одно и то же. Ну, вы знаете, это Тараслана, известная метафора. Люди слона хватают, и каждый один говорит, что это столб, другой говорит, что это шланг, третий говорит, что это еще что-то там и так далее. В каком-то смысле, мы вот те самые слепцы-мудрецы, которые исследуем большого слона под названием мир. И понятно, что если вы хотите слона целиком слопать, то вам нужно получить вводные от всех участников этого марлезонского балета. И от конструкторов, и от центристов, и от рефлекторов. Вот, собственно говоря, технология векторного кольца, она и предполагает вот эту механику, когда вы смотрите на, ну, если мы говорим про бизнес, на свой бизнес с точки зрения его вот сущностных вещей, причинно-средственных и с точки зрения его ценностных вещей. Вот. Поэтому это такой тоже ближайший книжный план. Вот. Ну, не план, а как бы уже все это уже очень скоро. И если говорить про планы, значит, то на 2022 год планы написать красную таблетку 3, вот, на чем красные таблетки, я надеюсь, закончатся, вот. Значит, она будет посвящена отношениям, вот. Потому что первая книга посвящена как бы нам самим, потому что рассказывается про мозг, про сознание, про то, как мы с вами живем. Вторая книга, красная таблетка, посвящена, ну, вот, вот о каком-то самоопределении, карьере, понимание себя в мире, своих ценностей, задач, ориентиров. Вот. Ну, и третья тема, безусловно, я, моя жизнь во мне, и близкие люди, близкий человек, и так далее. Вот. И подхожу я к этой теме с, как сказать, с таким невеселым настроением, вот, потому что, если не говорить про мою, вот, писательскую программу, да, не говорить там про мою онлайн-школу, которую я веду, если не говорить там про мои научные исследования в рамках Сбера и в Школу Методологии, вот, то, что меня лично очень заботит, это изменение вообще природы человека. Я рассказывал в своих лекциях, может быть, вы где-то это слышали, сегодня на форуме я тоже про это скажу. Существует такая, существует много, на самом деле, способов определять историю человечества, и кто марксизм или не измучил, вы знаете, что было рабовладельчество, феодаль, и так далее, вот, и существует много классификаций, но я очень люблю классификацию Элвина Тоффлера, автора вот, концепции трех волн цивилизации, возможно, вы читали его книжку, она очень была популярна в свое время, «Третья волна», она рассказывает о информационной волне. Вообще у него их три. Первая – это аграрная, вторая – это индустриальная, и третья – это информационная. Почему я люблю эту классификацию? Потому что она очень соответствует требованию, требованию антропологическому. Мы видим действительно разных людей, которых создает вот разная волна. Представьте себе жизнь человека в мире аграрном, да, вот, доиндустриальном. Он живет в маленьких поселениях, не превышает 150 человек. Система патриархальная, религиозная, жестко структурирована внешними событиями, от урожая, от спасева, сбора, и вся жизнь в этом проходит. Ничего больше нет. Такое вот абсолютное колесо безграмотное, ну, то есть заняты вот абсолютно таким, узким, узким, погруженным в этот узкий миф. Индустриальный человек, это не потому, что он стал рабочим, был крестьянином, стал рабочим, был в Северском Совете, был смычка города и гирида. Вот не это, не смычка, это действительно стал совершенно другой человек, который стал уже грамотным, стал получать образование, круг его общения стал значительным шире, он в значительной степени смог определять, чем он будет интересоваться, чем он будет заниматься. Социальный мир его стал объемнее, он перестал зависеть от времен года и времени суток, понимаете, потому что это электричество и так далее, и так далее, и так далее. И это совершенно другая была произведена нашей цивилизацией порода людей. И третья волна, вот про которую Товтю рассказывает, это информационная, мы не все оказались в мире, где где-то челнок челленджер разбивается, понимаете, в Америке, это знают в Советском Союзе, там падает берлинская стена, это в прямом эфире смотрит весь мир, количество людей, которые вы лично знаете, числяет с двумя тысячами, то есть это такая абсолютно другая уже история, вы не в маленьком мире, в котором вообще вы даже не знаете, что там происходит, вы во всем этом мире, плюс высшее образование, плюс технологии, плюс и так далее, и так далее, и так далее. И вот на самом деле в 80-х годах прошлого века среди большей степени американских, потому что французы, англичане все достаточно депрессивно настроены, я сейчас имею в виду философскую антропологию, структурализм, постмодернизм в так философские течения, ну вот американская мусора была очень оптимистична, они говорили, все, вот случилось, нейролиберальный человек, у нас будет все теперь, мир, дружба, жвачка, все, значит, объединятся, будет счастье на все времена, и так далее. И ни у кого в голову не могло прийти, что это вовсе не последняя фаза развития, и нас ждет четвертый тип человека. И вот сейчас мы с вами наблюдаем рождение четвертого типа человека. Значит, четвертый тип человека, человек, который живет уже не в этом во всем мире, а он живет то, что сейчас принято назвать метаверсом. Это метавселенная. Значит, мы идентифицируемся со собственными аватарами. Вы же, когда смотрите инстаграм мой, прости господи, вы же там есть я какой-то там, есть вы какие-то там, и вы, ну, как-то там, значит, теперь дальше чуть-чуть добавляем сюда искусственного интеллекта, и дальше наши аватары начинают коммуницировать. Вот, лет через 7, ну, не быть, 10, вот, вы сможете вызывать меня, я буду приходить вам лично в виртуальную вашу квартиру, она будет очень красивая, вы все описываете, и я буду общаться с вами, вы будете мне рассказывать, что у вас наболело, я вам буду на это отвечать. я не иронизирую сейчас. Да, мы переходим вот в новую такую цифровую реальность, где совсем другая социальность, совсем другая, совсем другие ценности, совсем другие развлечения, и, к сожалению, это, конечно, сейчас самым драматическим образом ударяет по вот как раз социальным и интеллектуальным навыкам. Потому что наш мозг так устроен, что если его развлекать, то он будет, ну, детей маленьких, знаете, вы можете им книжку дать, можете телефон дать, чего выберут? Телефон. Почему? Потому что проще. Потому что там сразу все в картинке, там, весело. Я тоже в детстве любил, ну, у меня пластинки были, мелодия, про этого, Рики-Тики-Талли, и так далее. Все. Удобный это деталь, сложность. Наш мозг выбирает удобное, простое, поэтому выигрывают Тик-Токи, выигрывают очень простые примитивные ГГБ видео, и так далее. А мы это то, что мы потребляем, если мы потребляем такой контент несложный, но мы сами прятали станем темно сложными. А если мы сами несложные, дальше вспоминаем Ухтомского, наш мир, мой мир таков, каковы мои доминанты, если я очень примитивно смотрю на мир, то и мир, который я вижу, очень примитивен передо мной. И дальше это тупик, потому что нет развития, нет сопротивления, нет сложности, которые нам необходимы для того, чтобы по-настоящему что-то новое создавать. И мои тревоги, переживания, они связаны с тем, как этот человек с одной стороны сохранит мышление, но я с этим знаю более-менее что делать, я про это рассказываю, пишу, создаю технологии, обучаю. Но есть вторая часть, такая морально-нравственная, что ли, как люди будут в новом мире друг к другу относиться? Что будет вот неким таким нравственным законом, если словами Канта говорить, императив, звездное небо надо мной и нравственный закон внутри. Нравственный закон внутри, никто его не делал, просто так было устроено общество, что что-то было делать стыдно, что-то было сделать почетно, причем этические кодексы в разных странах, в разные времена были совсем разными, что там Сократа брали в рабство, Платона брали в рабство, Сократа нет, как его фамилирует, Диогена, не, Диогена, Диогена, забавно, он отказывался выходить, он в конце взяли в рабство, отказывался уходить, говорит, что, с ума сошли, меня здесь кормят, я уже куда пойду, вот, 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 но это же было в порядке вещей, вы сейчас можете себе представить? Нет, да, нравственные законы определяются, то есть социальные матрицы, которые в тот момент существуют на данном перекрестии времени и пространства, вот, и мы с вами, соответственно, тоже должны будем создать какую-то новую, новую этику отношений, вот, сейчас все же трагают, одиночество, 52% взрослых американцев живут одни, пятьдесят процентов норвежцев и датчан не только живут одни, но еще и бездетные, мы переходим в мир, в котором отношения представляют собой сложность, которую можно избежать, а если еще у меня будет аватар с какой-нибудь пообщаться, комплиментарный, я зайду в виртуальную реальность, а будет как живой, все же включается вот это и ходит и вы себе выбрали, там, джлинджолей, и выходит, а вы такие, но как-то, а не клюблю тебя, зачем это все остальные люди нам нужны вот такой конструкции, вопрос, вот, поэтому, и вы такие, поедись, супчиком, поршок, приготовленный, она такая, сейчас накнусь, все, приходит, борщ, борщ готовится на 3D-принтере, да, вы понимаете, из чего, она приносит, все, хорошо, доволен, вот, я реализирую, но мы должны понимать, что мы в целом столкнулись с очень мощным, таким, экссенциальным вызовом, мы не понимаем, как это общество будет дальше себя организовывать, как оно будет существовать, там и так далее, вот, и я в 4-й мировой войне, все меня спрашивают, что 4-я, ты 3-я где была, я говорю, 3-я сейчас, они говорят, какая 3-я, вот, и я там написал, съездите в Израиль и посмотрите на стены, там, в паллистинской территории, ограждены стены, огромные, я сказал, такие скоро появятся везде, и вы понимаете, да, после этого стали строить между, стену между Америкой и Мексикой, сейчас будут строить вокруг Афганистана и так далее, вот, у вас тут на литовской границе, да, они сегодня будут другая, кто бы мог подумать, вот, мы действительно переживаем сейчас совершенно новую фазу адаптации мира к новой реальности, мир был не готов, Америка была не готова к Трампу, понимаете, Америка выбрала Байдена, ну, просто уже от отчаяния, абсолютно компромиссная фигура, при всем уважении, вот, то есть, и нету, нету решений, Китай сейчас, у них китайская стена такая, что, вот, это надо принимать, они, в принципе, очень серьезно восприняли вызовы нового мира, не знаю, знаете ли, нет, заболевание, игровая зависимость компьютерная, в Китае была официально признана в 2008 году, были созданы специальные лагеря, куда отправляли игроманов, чтобы их трудовым, так сказать, починным перевоспитывать, последние новости, детям запрещено играть в компьютерные игры больше получаса в день, и искусственный интеллект определяет, кто сидит за компьютером, и если это ребенок, он выключает игру, я уже не говорю про школьное образование, про интернет вещей, да, потому что детям целый ряд провинций есть, которые устанавливают чипы, которые способны контролировать, где ребенок находится, что с ним происходит, очень меня умилило, что, не знаю, заплатил он за завтрак этот обед в школе или нет, интернет вещей такой прям мощный, вот, плюс, они наблюдают в классе очень жесткая дисциплина образования, плюс, социальный рейтинг, вот, то есть, за вами постоянно следят, как в цифровом мире, так и во внешнем, только в метаверс, да, метавселенная, сращение реального мира с миром цифровым и про вас все знают и поощряют то ваше поведение, которое принято в данной культуре как хорошее и снижают вам баллы, если вы там, знаете, где-то что-то сделали не так, с точки зрения, опять же, коммунистической партии Китая, которая торжественно, отметил, что в 100-летие его существования. Вот, да, и, соответственно, это все будет усиливаться, потому что дальше встает вопрос, уже экономический, он в значительной степени связан с тем, что автоматизация производства, в принципе, изменение характера потребления, да, вы сейчас очень много платите за ничто, за воздух. Если покупаете подписку на видео, вы покупаете бесконечное количество копий видео, каждый из вас ваш покупает. Вот, изменяется система потребления, вот, людей много, они экономики не нужны, для них нужно все время придумывать какие-то занятия, это сложно, тем более, что люди стали еще привилегливые, вот, им нужно, чтобы было интересно работать, им не хотят работать просто так, вот, 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 все эти аграрный человек, хочу интересной работы, на, бедон, иди-ка, работай, вот, будет интересно, вот, и это большая проблема, вот, это, изменение, вот, этих вот экономических обстоятельств, с которыми мы будем иметь дело, и это станет вопрос, да, вот, ну, Швейцария, Финляндия, там, и так далее, они все тестируют безусловный базовый доход, Поллинг, в свое время, Нобелевского ряда, предложил эту идею, она оказалась там абсолютно безумной, а сейчас кажется нормальной, но вот, вот вопрос, если у меня в Швейцарии будет безусловный базовый доход, как они рассматривают, две с половиной тысячи евре, в Финляндии они апробировали то ли 500, то ли 700 евро, вот, не знаю, сколько будет в Беларуси, или сколько будет у нас в России, вот, но как дальше, задает вопрос, о чем мы тут делаем, где безусловный базовый доход повеселее, вот, и границы нужно будет строить просто уже из, извините, как вы, из черной чего, вот, это я, потому что мы, нас ожидает такая сильная трансформация, я не могу назвать геополитикой, потому что геополитики больше нету, раньше была геополитика, потому что были другого рода способы решения конфликтов, сейчас нету, вы не можете решить конфликт в Украине, издание, нету опции, ну, то есть, мы все время пробовали, американцы вот попробовали, но дальше хуже, очень интересно, чтобы Форбс недавно выпустил список самых востребованных профессий будущего, угадайте, кто на первом месте? меня бы это не удивило, но психолога там нету, первый, это универсальный солдат, военный, потому что мы действительно переходим в очень, в этом смысле, неспокойное время, на пределах Африки, чтобы непонятно, что будет происходить на Ближнем Востоке, где невероятная диспропорция между фактическими гражданами каких-нибудь Аравских Эмиратов и людей, которые там живут на правах неграждан, ну, в общем, короче говоря, у нас тут гром гремит, земля трясется, это новое время к нам несется, вот, и на этом вот фоне меня интересует, как люди будут друг с другом коммуницировать, мне кажется, от этого, как и существенно, вот, это мой план на следующий год, написать книжку, вот, про отношения между, между людьми, ну, не знаю, что вам еще рассказать, вот, Наверное, я, может быть, задам еще один вопрос, который я получил. Ладно, задам тогда один вопрос, все-таки по поводу, часто задавался вопрос из зала в прошлый раз, и многие смс-сообщениями отправляли вопросы, вот вы сейчас сказали, что детям интереснее воспринимать информацию в цифровом виде, то есть это видео, какие-то, значит, ролики и так далее. Мы сейчас говорим о том, что, конечно же, современное обучение переходит также в цифровой формат. даже вы назвали о том, что у вас есть платформа, на которой вы, скажем так, обещаете за свои программы. Так вот, все же, для детей и для детей будущего правильнее и более, наверное, информационнее и конструктивнее преподносить в цифровом формате информацию сейчас, или все-таки правильно обучение по старинке, с книгами и так далее. И если вы выберете вариант цифровой, то куда же денется литература? Будет ли она вообще интересна людям? И что с ней будет дальше? Спасибо за вопрос. Значит, а вы только сядьте, пожалуйста, потому что у нее будет очень комфортно. Да, значит, мы сейчас присутствуем при рождении поколения альфа. Дети, которые сейчас младше 10 лет, это уже даже не «зетты». Я сделал слайд, у меня было написано «Буквы закончились». Вот. Пошли мы на альфы. И, судя по всему, из-за ускорения «беты» появятся совсем скоро. То есть, обычно у нас такой лифт в 20 лет был, потом он сместился на 15 лет, сейчас он смещается где-то на 10 лет. То есть, реальность меняется настолько быстро, что поколения не успевают сменять друг друга для того, чтобы сформировать новую генерацию людей. Но это все в рамках одной, конечно, истории. Мы с вами все, все более и более цифровые люди. Но, значит, вот с детьми действительно особенная ситуация. Значит, вот исследования, которые проводятся на... с детьми поколения альфа, говорят о том, что мы действительно будем иметь совсем другую такую ментальность. Значит, во-первых, эти дети по сути дела будут общаться своим собственным языком, который нам придется учить. Обычно мы обучали директивно детей языку, сейчас мы будем вынуждены под них подстраиваться. Для них не будет существовать авторитетов, и задача взрослых превратиться в таких аниматоров, которые способны детей увлечь, значит, в какую-то совместную групповую деятельность для того, чтобы развивать их социальные навыки хоть как-то. Значит, основная масса материала, контента, который дети будут потреблять, она будет проходить через как раз онлайн-образование. Значит, почему важно понять это? Значит, когда у вас ребенок страдает из ДВГ, вы можете сажать его за книжку, там толку просто, ну, либо это не сильно. А все эти дети уже страдают от рождения из ДВГ. Дальше, значит, другое ощущение от информации. То есть, вы когда приходили в школу, учитель был носителем знаний. Сейчас носитель знаний у вас в кармане, и учителя можно проверить и сказать, ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Значит, совершенно другая логика. И знания перестают быть той штукой, которую надо транслировать людям. Детям. Ну, и студентам. Им нужны навыки теперь. То есть, знания-то можно получить. Это, понимаете, арт-вазаплак, да. Арт-вазаплак, да. Я хороший, только славю про тебя. Не дуйся. Это даже Бэба. Это, понимаете, ты ничего страшного. Да, значит, соответственно, сколько еще выдержал-то владельца твой? Ужас. Это герой. Точнее, маг-герой. Да, значит, соответственно, задачи, навыки формировать. Навыки формировать можно будет только вот за счет участия. Соответственно, домашнее задание в чем будет состоять? Посмотреть интересные видео, где тебе расскажут. Информационную часть. После этого пройти в школу и что-нибудь поиграться с тем-то, чтобы у тебя в результате этой игры и командной работы сформировался соответствующий навык. Вот. Идея образования будущих, она вот переходит в эту историю. Очень сильно меняется роль учителя. У меня дед, я не знаю, кто называется, белорус. Он был учителем школьным в деревне. Потом война началась. Он поехал в Ленинград и там уже работал фельдшером во время Балкады, пока не поступил в Медицинскую академию. Вот. Фамилия Курбатов, белорусская. Да. И учитель школьник, он всю жизнь нес в себе, что он учитель. Сейчас что? Учитель. Вон, я сидел. Вот. это реальная трансформация. Значит, нужно понимать, я, вот кто-то думает, что я ругаю цифровизацию. Значит, я нигде ни этого не говорил. Ну, просто можно меня лингвистической подвергнуть экспертизе, любые тексты. Я нигде не ругаю цифровизацию. Я говорю о том, что цифровизация, а, приведет к определенным последствиям, б, она создает условия, при которых людям легче и у них больше бессмысленного контента. Ну, я тоже пользуюсь всем графиками. Я раньше ходил в библиотеку публичную в Петербурге. Ленинград это тогда было. Не, я уже даже Петербург начался. В 90-е годы. Там Ленин сидел, понимаете. отдельный зал был для Ленина. Зак приходит, заказываешь книжки, каталог не смотришь. Тогда к ней ряды каталога, ты вот это вот вынимаешь, там и чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Что найти, как найти, что еще было. потом выписываешь вправку. Такой-то, такой-то. Относишь, там тебя смотрят, говорят, это вот мы вам дадим через неделю, это дадим через месяц, зато у нас в фондах мы вам не дадим, и так далее. И приходишь через день, через два, через три, тебе отложено, почитаешь, сможешь, вообще не то, что ты хотел. Ну, то есть, ты думал то, а оно не то. И так снова. Сейчас, за день, десятки статей могу посмотреть. Про все на свете. Я против этого? Нет. Я за. Но, если кто-то в этот момент, а среднее время пребывания в ТикТоке, средняя сессия молодого россиянина, пребывающего в ТикТоке, шестьдесят четыре минуты. Час четыре. Средняя сессия. Раньше я все равно говорил, что Южная Корея, беда, они в Фейсбуке сорок восемь минут средняя сессия. У них время там просто. Но у нас ТикТок. Час ребенок только открыл. Если бы его позвали поесть, то это было десять, то дальше, в следующей сессии будет два, чтобы нагнать этот время. Поэтому, я говорю о качестве контента. и конечно, очень многое зависит от того, как родители к этому делу относятся. Потому что тут же проблема. Родители сами цифрозависимы. Если вы все время ходите с телефоном по квартире, ну как вы объясните ребенку, что он не должен ходить по телефону? Нету такой опции. А дальше родители-то уставшие. У них там стрессы, удаленка, гиперформационная нагрузка, и так далее, и так далее. И дальше ребенок гонит. Есть способ заставить заболтеть. Я в детстве помню, с Соней надо было зубы телечить. И была вот такая кнопка. Я из стоматологов, ну я их не боялся, но их не навел. И я веду юрскому тарологу, думаю, ну все, конец света, ребенку сейчас психику оттравмирую. Переживаю, переживаю, заходим в детскую поликлинику. Мне говорят, давайте, можете идти. Я говорю, как идти, сейчас оно будет, а радио нас спасать. Я говорю, нет, не будет. И включать телевизор с мутипом. Мне в голову не могло прийти. И ребенок посмотрели, ему там сверлили, и все, и картинки, так сказать, прыгали перед глазами. Вот, поэтому, конечно, проще заставить ребенка я называю способ мобилизации ребенка без связывания. Раз, и все, нормально. И это, конечно, тоже для нас вызов, но с другой стороны, видите, детей-то никто не хочет, все-таки меньше и меньше желающих вызывать детей. Роди как надо, в Китае вынуждены стимулировать рождаемость. У них была эта концепция, это же, одна семья, один ребенок. Сейчас они там приходят, у них демографическая катастрофа, тоже приходит поколение, которое, вот, родилось, когда мало рожалось детей, вот, им надо содержать стариков, которых в этот момент много, на каждого подва, как минимум, если одна семья, одна ребенка. Вот, и это для них сложность, и они пытаются всячески усилить рождаемость. Отменили запрет на третьего ребенка, на второго, потом на третьего, все, никто не рожает. зачем? Там так весело, открываешь, что там, тикток, это не у нас, не думали, если кто не в курсе, это китайское производство. Вот, поэтому, поэтому, надо быть готовыми к тому, что система образования будет меняться, вот, она будет меняться в значительной степени, не только для детей, но и для взрослых. Значит, сейчас средний процент переобучаемости взрослых в мире 48 процентов. В России 20 только. Вот, потому что новые технологии, новые профессии, старые, рутинные уходят, и так далее, и так далее, и тенденция на то, что мы с вами называется Life Learning образование. На протяжении всей жизни мы будем вынуждены, ну, представьте, врача, который учился, вот я учился, все, не то, что и фоморфия не было, я помню, УЗИ, вот мы пошли, и была мощь, вот это у нас был гипотолог, специально, который прошел эту же року, и знал, как УЗИ делать печень. Я был подопытным, я лежал, смотрел, у меня печень на месте. Сейчас мы можем биохимию разобрать ее и сконструировать эти молекулы искусственным интеллектом, создать их потом на производстве и ввести. Рак в четвертую стадию влечь, но не каждая, но влечь. Меня, когда учили, говорят, ну, вторая, еще поболемся. Понимаете, как вы делаете? Вот, поэтому все это переобучение, оно будет поставлено на поток, и дети в этом смысле тоже будут учиться вот совсем не так, как мы привыкли. Есть еще один маленький вопрос, который, для уже с места сегодняшнего, значит, задает вопрос, допустим, современное поколение, это дети, которые рождаются с гаджетами, умеют им пользоваться, умеют перестроиться, а что касается другого поколения, более взрослых, наших родителей, которые не могут перестроиться, для которых это все очень сложно. Что будет с ними? И ваше мнение, не может ли то, что сейчас происходит с появившимся новым ковидом и ситуацией вообще в мире, может быть, это и есть кем-то спланированный выход из ситуации, потому что это прошлое поколение, оно же не может приспособиться, ему очень сложно. Как вы к этому относитесь, и что можете сказать? Во-первых, я скажу, что не надо преувеличивать значение ковида. Инфекции у нас, понимаете, полчеловечества умирало от чумы, холеры, чертов ступи. И появление больших масштабов пандемий – вещь абсолютно естественная. Мы гриппом болеем с вами, просто, к счастью, нынешние штаммы гриппа не такие драматичные, какими они бывали в прежние времена. Поэтому это просто еще одна инфекция. И я бы не переоценивал ее значимость. К счастью, она мутирует так, что вакцины, судя по всему, будут успевать превентивно нас вакцины будут тоже меняться по поверению мутации вируса. Но там просто период этой его мутации и распространения он не такой драматический. То есть вакцины можно будет делать, успевать сделать новые. От гриппа вакцины тоже, понимаете, регулярно меняются. Это не одна и та же вакцина на грипп, которую вы получаете. Поэтому то, коронавирус это не черный лебедь, это лупа. Он просто вам продемонстрировал кучу вещей, которые уже происходят и происходили. Но удаленная работа, на самом деле все шло к этой удаленной работе. То, что она вдруг стала массовой такой, ну, просто вам показали вообще больше не будет рабочих пространств. Больше не будет офисов. Кстати, прогнозы, которые давали там McKinsey, это крупнейшая компания, которая занимается анализом бизнеса, они давали в 2018 году прогнозы, что к 2030 году практически не останется офисных пространств. И не было ковида, это никто не знал. Мы просто сейчас увидели, что это там и так далее. Поэтому и во всех сферах влияние ковида на самом деле просто высветило, подсветило какие-то особенности нашего общества и нашей трансформации, которые мы уже переживаем. Поэтому по поводу ковида нет. Заговор я всегда думал, где этот умный человек, который может все это придумать и просчитать. Я очень внимательно много людей умных встречал, общался, действовал, но как-то я ничего не видел этого. Вот есть в матрице фильм такой, у него приходит, сидит такой, дядька архитектор и такой, он все знает. Он сидит ровно в Голливуде за ширмой с хромакеем, понимаете, вот все, больше нету. Поэтому я бы здесь не пытался использовать бритву Акама. Если не нужно плодить дополнительные сущности, идея заговора дополнительная сущность, не плодите, лучше посмотрите на неприятное происходящее. Ну и третье. Значит, ну, во-первых, надо сказать, что более зрелое поколение, я отношусь к поколению иксов, да, мои родители это бэби-бумеры, они родились соответственно в 45-м, 46-м, 47-м году. Вот. Да, и соответственно уже вот это поколение бэби-бумеров, оно достаточно активно входит в цифровую среду, улучшается качество жизни людей пожилого возраста, да, почему? Потому что появляются какие-то развлечения, какие-то возможности взаимодействия, там, я не знаю, раньше, чтобы бабушку увидеть, надо было ехать на другой конец города, вот, сейчас можно телефон включить, и бабушка там тебе машет от по два, вроде как хорошо. Ну вот, поэтому я думаю, что, конечно, это, я сейчас вспоминаю, у меня был случай, такой, я его часто рассказываю, был год 2002-й, 2001-й, вот, и мне привели подростками, я работал в Санкт-Петербургском городском психотерапевтическом центре, привели подростками, там, лет 12-13, вот, было, ну, и, в общем, какие-то с ним проблемы, сложности, вот, потом, его привела мама, а потом, в какой-то момент пришел у папа, вот, который с ними не жил, и, он такой, бизнесмен, вот, серьезная детька, вот, садится, если не срочно, можно не перекладывать там, ничего, вот, у меня, парадоксальное торможение, папа, да, и, он, говорит, ну, а чего я говорю, ну, вот, поймите, это вот новое поколение, ну, вот, это так, это так, это сяк, это пятое, это десятое, он такой послушал, послушал, говорит, когда я не вырасту, я застрелюсь, вот, значит, ну, а может, это не конструктивная позиция, вот, новое поколение не будет лучше, или хуже, оно будет другим, как мы, не лучше и не хуже предыдущих поколений, да, у нас есть свои особенности, там, и так далее, но мы другие, мы, мы именно адаптированы к той среде, в которой мы находимся, и это хорошо, потому что, будь мы не такими, эта среда бы разрушила нас, нам бы пришлось застрелиться, вот, поэтому, я думаю, что, во-первых, не надо, как-то, драматизировать, да, ну, что, замечательно, но будут какие-то другие, но, просто, мой, основное, мое беспокойство, оно про что говорит, потому что, давайте сохраним мозги, чтобы они могли что-то думать, и давайте сохраним социальное взаимодействие, чтобы они могли как-то взаимодействовать, это столпы, на которых держится вообще все, уберем социальность, да, кто мы с вами один, выбросите вас на обитаемый, на необитаемый остров, вы кто? Все, вы никто, до свидания, вас нет, да, вы есть, только пока есть социальная коммуникация, социальное взаимодействие, лиши вас способности соображать, вы кто? Никто, вы в общем, вот, тоже можно считать на необитаемом острове уже, вот, да, поэтому, я бы не стал просто все это драматизировать, но понимал бы, что являются ключевыми вещами, которые мы должны сохранять. Маша, спасибо большое, наверное, у нас, поскольку осталось не очень много времени, я попрошу, может быть, пару вопросов из зала, если можно чуть больше микрофончик делать. Здравствуйте, хочу поблагодарить вас, что вы там приехали, приезжайте почаще, очень рады будем вас видеть. У меня такой вопрос, медицинские направленности, как стать хорошим психиатром, психотерапевтом? Подскажите, пожалуйста, что можно почитать, помимо ваших книг, ну и в принципе, как лучше выстроить свое обучение и жизнь, дабы добиться успехов в этом. Спасибо. Вы на врача учитесь, да? Да, да. Шестой курс. О, прекрасно. Значит, ну, технология простая, значит, после обучения нужно управлять интернатуру по психиатрии, получить образование, как психиатр, потому что вы должны понимать, потому что все думают, что они понимают, как говорят слово, шизофрения или депрессия, там и так далее, но они не понимают. Вот, это надо посмотреть, как это в природе на самом деле, вот, и в реальном мире душевных расстройств. Вот, и надо соответствующую получить квалификацию. Следующий этап, это образование непосредственно психотерапевтическое. Ну, я не знаю, я думаю, у вас есть кафедры психотерапии при медицинских вузах, вот, в Петергороде, в Петер, ну, в России, в Петергороде, да, в соответствующей кафедре есть. Сейчас, правда, у нас там легкая катастрофа, у нас обменили психотерапевтов в медицине. Я, конечно, у меня нет слов, там, не только буквы закончились, там даже знаки припинания перестали появляться, вот, но такая медицинская специальность убрана, убран сексолог, нарколог, а, нет, наркологу оставили, по-моему, убрали сексолога и убрали психотерапевта. Вот, и, но образование все равно можно получать, просто, больше мы не лицензируем, государственные лицензируют эту деятельность, и так далее, и бесплатно ее не оказывают. Я не могу. Вот, и получить кафедр образования такой на кафедре. Если говорить про направление психотерапии, то, значит, во-первых, у нас есть такое фундаментальное отечественное направление психотерапии, которое развивал Борис Митлевич Кровосарский на основе теории отношений Месищева, вот, она называется патогенетическая конструктивная лично ориентированная психотерапия Карвосарского, Тушлакового, Федорова, там, не знаю, и Зуриной, это длинное название, но вы запомните Карвосарский, и, вот, Борис Митлевич был долгое время главным психотерапевтом России, Мистера страхования России, вот, и один из таких столбов, он написал книгу «Неврозы», и после этого написал книгу «Психотерапия», это один из самых таких наших, это очень глубокий такой интегративный подход, потому что западные школы, они развивались всегда в рамках какого-то коммерческого экспириенсу, да, Фрейд принимал у себя дома, значит, психоаналитики потом тоже превратили все это в такую бизнес-машину, вот, значит, поведенческая психотерапия точно так же развивалась в общем в качестве набора отдельных методов когнитивной психотерапии так же, да, потому что там институт Бека, это частное учреждение, институт Элиса тоже и так далее, вот, но то, что касается методик когнитивно-проведенческой психотерапии, они одни из самых функциональных способных и есть гуманистическое направление психотерапии, которое, в принципе, всегда было таким более коммунитарным, Манслоу, Роджерс, Ролумей и так далее, вот, в свое время мой один из моих учителей и самых главных Олега Николаевича Кузнецова, он был создателем библиотерапии, направление из библии не связано, связано с книгой, потому что еще в советское время начиналось делать, там не до библии было, вот, понятие библии одно и другое, вот, когда он использовал какие-то конфликтные ситуации, которые есть в художественных произведениях, для того, чтобы человек мог спроецировать собственную ситуацию и задача психотерапевта была подобрать правильное для человека литературное произведение и дальше с ним проработать этот конфликт. Вот, да, и он в свое время, а это такое гуманистическое направление психотерапии по этой классификации, классическая психоанализ когнитипо-виденческое и когнинистическое, вот, он мне все время говорил, Дрюша, напиши мне значит, журнал, статью про гуманистическое психотерапию, вот, а я занимался когнитипно-поведенческий, я мучился, мучился, нельзя отказать, вот, и я написал, гуманистический континиум когнитипно-поведенческой психотерапии, но действительно это очень важное управление с точки зрения создания отношений с центром в создании с ним доверительного отношения отношения принятия вот там много таких вещей таких мировоззренческих важных которые нужно поэтому вот интегративные большие вот системы терапии как отечественной болезни коровосарского и конечно вы не можете обойтись без того чтобы не знать все три три головы мировой психотерапии но ни одна из них не является универсальной наша российская стоит на фундаментальной школе и на ну и могу посоветовать вам у меня есть книжка системы поведенческой психотерапии борисович все время требовал чтобы я защитил как докторскую я сказал эту игру играть не буду своей я к этому моменту был уже более известный доктор чем все остальные дектора в стране хорошо спасибо пожалуйста за ответ у нас есть еще парочка вопросов из зала и я хочу сказать у нас всего 30 минут осталось поэтому да в начале встречи вы упомянули про эту книгу узнаю она уже стала называться как изменить отношения к жизни и вот у меня вопрос в этой книге про иллюзии и я замечаю себя периодически я в иллюзии страдания но я пожелаю это реально и прошу вас какие могут быть инструменты способы здоровой заботы о себе у меня есть книжка если вы читаете книжки есть книжка скажите депрессии нет там собственно говоря все вопросы связанные с такими психотерапевтическими практиками которые помогают справиться с ощущением страдания вот поэтому есть такой подход ну и очень важно мне кажется составляющие вообще наш что такое страдание страдание это куча энергии направляемые ни на что потому что если вы очень сильно устали у вас нету сил вы не можете страдать вы лежите прибитыми просто если вы испытываете страдание вы не можете ничего делать из-за этого психическая энергия только накапливается а поскольку вы ничего не можете делать вы ее конвертируете страдание сколько надо мучиться страдать переживать тосковать сокрушаться и так далее вот поэтому очень важно иметь деятельность вовлеченность какую-то работу вот поэтому работа лучший я сейчас расскажу на меня не показывает лифи нет если женщина хочет покончить собой ей нужно взять веревку мыло и отправиться стирать белье значит вот это очень как бы здесь нет никакого цинизма это очень правильная рекомендация если вы находитесь в депрессии но не только которую нужно лечить уже прямо серьезным образом в госпитализации но если вы чувствуете что вы эмоционально опустошены находите работу в которой можете вовлечься если она будет связано с физическим трудом вообще просто гениально но мы должны тратить психическую энергию которую закрывает как пробка как как воспаление какое-то наше депрессивное состояние спасибо огромное за ответ у нас еще есть один вопросик здравствуйте спасибо большое за ваш доклад было очень любопытно наблюдать за тем как рассуждать на какие факторы обращается внимание меня вопрос вы вначале упомянули про то что у вас есть инициатива проект связанный с реализацией принципов на железе и расскажите пожалуйста чуть подробнее про это и конкретнее мне интересно то есть если бы вы упомянули есть ли в этом проекте место мейнстримовому скажем так искусственному интеллекту вот эти вот нейронные сети то есть то что обсуждается на конференциях и если об этом проекте информация онлайн если вот допустим лично я захочу ну там пойти работать исследователь например значит вы можете посмотреть свои доклад 19 года на рейдж и айджорни это крупнейшая россии конференция по идти соответственно там я рассказываю соответственно все эти пять принципов они будут описаны в книге но где вы можете применить эти знания мне сложно сейчас сказать у меня вакансий к сожалению нет спасибо за ответ еще один вопрос добрый день андрей владимирович очень приятно попасть на вашу встречу лично особенно такое непростое время вы в своей речи сказали что человек должен быть готов к изменениям среды ну и учитывая темпы развитие изменения сегодня готов сегодня должен быть более чем когда либо какими на ваш взгляд человек готовы к изменениям обладает свойствами и как он на изменения реагирует и как с ними взаимодействует человек готовый эти чем самая большая проблема состоит в том что мы в конце сентября я был на встречу узкой где у нас по скайпу куртсвейл участвовал куртсвейл это тот прогнозист который вот это все прогнозы с которыми он справляет побеждает кто читал четвертую мировую я там часто его цитирую и он предсказывал технологическую сингулярность в 2045 году технологическая сингулярность это состояние при котором существует сверхмощный искусственный интеллект который значительно умнеет человека и способен решить любые задачи и соответственно дальше мы не можем предсказать что будет происходить поэтому это сингулярность как физики сгуральность когда вы пересекаете эту границу где материя существует а потом превращается в черную дыру и мы ничего не знаем кроме дырки там дырка да и он сказал что он где-то сейчас рассчитывает на начало 30-х но может быть 37 зимой звучит немножко конечно берегова вот и я думаю что конечно возраст не придает интеллектуального блеска вот как все только молодость способна блистать интеллектуально правда не просто вообще непонятно насколько радикален будут изменения и то есть это то что называется их потенциальная клевая это вот знаменитая притча мудрец придумал шахматы показал индийскому какому-то царю тот обрадовался все понравилось он как проси какого угодно награду и тот говорит награда маленькая на первую клетку положи одно зернышко на вторую две на третью четыре на следующую восемь потом шестнадцать вот очень сильно разозлился царь посчитал что это оскорбление вот но если дойти в этой конструкции до конца то там будет количество пшеницы которая превышает всю пшеницу выращенную за время истории человечества вот такой экстенциальная кремаря кажется что вот чуть-чуть чуть-чуть но потом раз и она не идет вверх с график с невероятной скоростью мы сейчас находимся в этом фазовом переходе ну просто как пример да я там своих лекций два года назад рассказывал находил разные маленькие искусственные интеллекты которые создавали разные тексты вот и показывал что в принципе искусственный интеллект способен создать текст который мы воспринимаем как осмысленный но нынешний GPT-3 это вот технология которая OpenAI сделал да которую Илон Маскер основала потом она благотворительная не благотворительная а некоммерческая организация которая предоставляет открытый код к искусственному интеллекту любым желающим людям вот но он создает вообще не отличимые тексты от человеческого вы просто начинаете фразу после этого он пишет рассказ вы можете его спросить он вам осмысленно ответит но там ничего нету кроме кода вот поэтому мы не очень и никто не ожидал такого эффекта потому что все мы мыслим что ну вот мы чуть-чуть стало похоже вот можно из набора фактов искусственный интеллект может собрать статью уже такие были штуки и вдруг раз у вас есть этот вы говорите расскажи мне что-нибудь сказку про то-то то-то и то-то он говорит сек сейчас придумаю и читаешься и наслаждаешься вот поэтому непонятно ну то есть вот вы хотите подготовиться к тому мы все время готовимся к прошедшей войне поэтому я говорю только о том что надо сохранять просто ключевые опции которые всегда будут необходимы это навыки социальной коммуникации навыки социального взаимодействия потребность социальной коммуникации и социального взаимодействия и мышление которое предполагает эффективное использование тех ресурсов которыми нас природа наградила вот но я бы тоже не обольщался потому что ресурсы которые нас наградила природа очень слабенький по сравнению с искусственным интеллектом просто юмористический спасибо огромное еще один вопрос Андрей Владимирович а вот в связи от того что вы сказали смотрите какая вероятность 25 тысяч поколений именно мы живем на пороге сингулярности понимаете я к тому что вот как сказал маск да что скорее всего это все виртуально уже понимаете то есть очень странно вот все медленно-медленно развивалась именно на нашу долю выпало да вот встретиться с этим всем то есть еще в 90-х не было ничего вы по своей жизни знаете я по своей да и сейчас мы у врат непонятно чего вот с точки зрения математики мы от ожидания какая вероятность да что это все не конечно какая вероятность то что вы в ваших родителей появились да примерно такая значит ну надо реально просто очень повезло вот я считаю что мы реально в лучшем из миров за всю историю человечество да у нас замечательная медицина у нас маленькая детская смертность у нас я не знаю возможности образования доступ к информации в общем мы побеждаем немыслимое количество болезней голод и так далее тогда никто не умирает на работе но исключением редких случаев да раньше это было просто каждое здание которое вы видите вокруг него можете сразу представить все количество рабочих которые там умерло реально разбилось и так далее поэтому мы живем в очень хорошее время нам очень сильно повезло то что это очень сильное везение сопряжено с рисками ну честно вообще все цивилизации когда доходили до пика там что-нибудь шло не так да вот египет павелон древние гвецы все что угодно все эти империи бесконечные которые рушились просто как карточные домики поэтому ну просто нам так то что касается истории что мы находимся в симуляции нам это все кажется на самом деле это большой философский вопрос лучшие умы этот вопрос дискутирует чармерс дает все там и так далее чармерс например находится в общем достаточно уверенной позиции но все они соважаются на том что это нельзя ни доказать ни опровергнуть поскольку это нельзя ни доказать ни опровергнуть то в целом любые рассуждения будут только нашими гипотезами можно подкидывать монетку и сегодня в матрице просто это удивительное совпадение и я еще бы хотел добавить возможно я очень хотел добавить что мы в школе изучаем столько глупости а я бы изучал красную таблетку ну вот не чтобы вам польстить а чтобы просто знаете если бы я изучил ее в школе мне просто было бы я бы прожил другую жизнь ну я начинаю с книжек про мозг для детей вот не будем сразу у детей нарушаться на них со всей этой истории вот спасибо большое за я я просто к тому что это основа понимается это основа вы мне сейчас напомнили я все вспоминаю такой был джон гуд это выдающий совершенно математик он был коллегой тюринга по вот этому проекту когда они интерпретировали ленигму и нашли шифрование и смогли понимать как обмениваются значит немцы с вышифрованными сообщениями он судил первый создатель искусственного интеллекта вот и он прожил большую жизнь он уехал потом в америку вот был профессор который ничего не делал и получал зарплату больше чем вектор университета это очень такая трогательная черта вот и у него есть такая фраза он гениальный он говорит Господь всю мою жизнь испытывал мое неверие бесконечным количеством совпадений спасибо огромное у нас еще один вопрос здравствуйте у меня вопрос такого характера большая часть лекции была посвящена тому какие вы видите скажем так прогнозы которые основаны на тенденциях ну естественно изменений поведенческих стереотипов вот вопрос у меня такого характера первый как вы думаете какие действия необходимо совершить глобальном масштабе для того чтобы возможно как-то изменить вот эти вот прогнозы и направления естественно тенденции вы конечно озвучили вариант скажем так китая где идет ограничение индивидуальные для того чтобы изменять самым поведение второй вариант точнее второй вопрос по вашему стоит ли это менять при этом прошу отвечать не котик того что все хорошо или плохо это в нашей голове то есть мы сами принимаем решение а вот какое по вашему мнению здесь видение спасибо ну я думаю что это как управлять погодой вот вы можете выстрелить в одном конкретном месте конкретным химикатом и просветить небо вот но погода это же системное явление да это высокие низкие области давления жидкость которая поднята туда понимаете взвеси какие-то там бабочки которые машут крыльями ну это такая есть не так хорошо бабочка спахнет крыльями в бразилии от этого в неверке случится ураган ну вот поэтому это огромное количество процентов у них нет единого центра управления нету вот место где вы можете прийти и сказать дернуть за ниточки и куда-то вся система двинется да вот она складывается из активности огромного количества элементов где-то извиняюсь коровы выделяют углекислый газ где-то мусор гниет в океане там и так далее и все это влияет на состояние атмосферы нету возможности с этим делом управляться поэтому просто наблюдаем спасибо огромное у нас осталось 10 минут и еще пара вопросов здравствуйте андрей владелец спасибо что приехали к нам у меня вопрос про высшее образование дело в том что наше высшее образование развивается и вузы тоже вот посмотришь на вузы в европе или америке конечно немножко грустно становится ну мы догоним но попозже наверное вот и вопрос такой вот сейчас ребята абитуриенты поступают в наши вузы и и как им одновременно и стать профессионалом то есть обучиться в то же время не выпасть из этой колеи ну как бы не выйти из вуза и понимать что надо заново чему-то обучаться спасибо спасибо вам на самом деле проблема нашего образования не в том что у нас плохое образование проблема в том что она у нас не очень сопряжено с реальной жизнью потому что когда вузах в мире готовят специалистов вот то их готовят понимая что их карьера и деятельность будет такая вот у нас таком не могло быть потому что у нас еще 30 лет назад госплан функционировал и вообще ничего не знаю что было вот потом еще кое-что было потом еще в общем да и конечно вузовское образование да и школьное тоже да как угодно ему очень сложно адаптироваться к тому что нету никаких нормальных институции в мире да ну там условно как медицины например вот кстати историю развития медицины где-нибудь в америке в америке может даже не лучше но в европе и в россии где сначала этого не было медицины земские врачи прошу прощения прости господи вот потом вдруг образовалось образование на всю огромную страну три университета понимаете москва казань и петербург потом все устроили советский союз всех значит распределили потом все закончили искали больше врачи не нужны у нас перестрелки не до вас вот и так далее ну вот ну как с этим жить поэтому это значительной степени связано с такими факторами общестрановыми это не проблема образования как такового вот у меня есть хорошая рекомендация если вы учитесь чему-то вот очень важно чтобы у вас параллельно была занятость даже если она будет неоплачиваемой потому что вы все равно таким образом будете учиться в тех учреждениях с теми профессионалами которые этой деятельностью занимаются вот поверьте мне один самый лучший врачи те которые когда у них был первый курс им приходилось зарабатывать себе на жизнь работаю медбратом на скорой помощи в больнице вот потому что вы должны все что вы узнаете видеть в жизни потому что вы узнаете создаете образ нереалистичный когда вы постоянно у вас есть координация получаемых знаний и реальности как это происходит на самом деле вы будете расти и вы очень быстро поймете что вам действительно приносит удовольствие в качестве работы а если вы это почувствуете то дальше вообще все сложится само собой спасибо огромное а у нас еще вопрос здравствуйте Андрей Владимирович если вы позвольте я останусь сидеть Великолепная встреча большое вам спасибо за ваш интересный спич у меня к вам вопрос вопрос вы сказали дети и современные технологии обозвали их маленькие альфа это не я это Маклиман это великолепно в Австралии вообще подрастающие маленькие альфа у меня интересный вопрос Андрей Владимирович как как вырастить из маленького альфа счастливого взрослого человека в современном мире ну мазгиты у них в целом они одни и те же то есть они из нейронов состоят в принципе есть набор действий которые нужно предпринимать для того чтобы эти мозги структурировались потому что сейчас как раз идет период структурирования мозгов ребенок рождается с количеством нейронов примерно вдвое больше чем у взрослого человека в этой маленькой головке нейронов в два раза больше чем в наших главах что это почему они усыхают если они отмирают потому что увеличивается количество нейронных связей сами нейроны которые не востребованы внешней стимуляции отмирать те которые востребованы прорастают друг другу вот этими проводами и эти провода создают объем нашего с вами мозга так называемое белое вещество и то как свяжутся вот эти вот регионы мозга за счет проращивания соответствующих вот этих проводов между отдельными клетками нервной ткани это универсальный процесс и кроманьонцы так воспитывались и альфа так будут воспитываться и есть набор правил у меня есть книга «Счастливый ребенок» это там все изложено вот сейчас мы сделали онлайн курс называется «Счастливые родители» и там тоже все изложено вот поэтому ну правила достаточно простые там ничего сверххитрого нету надо просто создать такую ситуацию когда у ребенка будет естественное желание что-то делать что-то происходило что-то производилось там это достаточно просто это не как китайцы конечно но определенная степень упорядоченности жизни конечно детей надо производить вот это отношение к тому что говорят там японская система до трех лет не трогайте до трех лет можете не трогать вот только после этого включите в китае то же самое там детские сады там дети весят на потолке а китайские школы они сидят в паструнке и вот так делают вот поэтому но у нас нет таких институтов мы должны быть таким институтом постепенно формируем правильные границы в которых ребенок сможет сформировать у нас спасибо большое за ответ у нас еще есть вопросы здравствуйте спасибо за интересную лекцию спасибо биокниги за то что мы организовали такую интересную лекцию у меня вопрос по поводу масочного режима так как кто-то говорил я не знаю из слушателя здесь по поводу углекислого газа доказано учеными всего мира и медиками то что введение масочного режима очень негативно сказывается на здоровье и причем в разных аспектах на физическом эмоциональном эмоциональном и так далее ваш взгляд на это еще я хочу сказать спасибо президенту республики Беларусь за то что он не вводил в Беларуси масочного режима примудительного очень много людей пострадало по всему миру именно отношениям масок потому что они не спасают от биохимического оружия да ну мне сложно комментировать я не инфекционист я человек военный вот у нас ввели масочный режим у меня был масочный режим нам сказали вы сделали прививку я привился я человек военный надо так сделаем так все нет еще последний вопрос спасибо большое Владимирович я кратко тогда сформулирую вопрос каково ваше отношение к экзистенциальной психотерапии эффективности терапевтической значит у меня отношение ко всему хорошее вот только оно должно быть уместно просто если вы пациента шизофрении лечите такими методами то я не уверен что это будет правильно я бы здесь предложил набор химических веществ в качестве терапии вот если человек переживает личностный кризис какой-то он достаточно объемен как как существо да как в нем есть много знаний опытов там и так далее вот то это может быть очень полезно вот если человек переживает личный кризис но у него два притопа-три притопа в его представлении ну зачем его травмировать такими методами вот поэтому все хорошо уместно да если просто проблема состоит в том что специалист который обладает каким-то инструментом он считает что этот инструмент можно приложить к любому и он к любому может приложить надо ли было прикладывать вот к этому вот это вопрос но когда у вас богатый инструмент инструментарий да то вы в зависимости от конкретной ситуации можете правильно подобрать нужный ключ спасибо огромное у нас последний вопрос здравствуйте безумно рада присутствовать на сегодняшней встрече вас очень ждала интересуюсь таким вопросом мне очень интересны ваши книги по искусственному интеллекту такой вопрос возможно из области фантастики может быть уже нет какая вероятность того что искусственный интеллект когда-нибудь возьмет вверх над человечеством мы потеряем контроль над ними вопрос такой отсюда и до обеда причем следующих суток вот поэтому я вам на него так просто не отвечу значит а прежде всего надо разделять я вот тут все время мне не нравится формулировка искусственный интеллект я везде объясняю делаю дисклеймер машинный интеллект да значит есть естественный наш с вами интеллект он когда вы посмотрите на книгу машинного мышления увидите что он вообще сложен совершенно со специфическими как бы задачами особенностями там и так далее машины интеллект мы создаем под решение конкретных задач даже создание кода компьютерного программного кода это тоже задача да поэтому нет ничего странного что мы создали искусственный интеллект который спасет значит человек движут своими базовыми биологическими потребностями которых нету машинного интеллекта да у вас нету там ядра чистые зумруд подкопки знаете которые вырабатывают у вас гнев радость удовольствие там и так далее и так далее но они движут эти биологические глубинные потребности они искажают наше восприятие мира они делают наш интеллект предвзятым они превращают наше мышление в огромное количество когнитивных искажений этих эвристик про которые Канеман пишет и так далее вот машинный интеллект это очень мощная штука для решения кучи всяких разных задач и вот собственно говоря я бы пока в этой логике и сохранял а вот идея что у него там ну просто у Дэнн то у него есть конструкция при которой он объясняет я там вполне согласен но о том что как бы появление самосознания у искусственного интеллекта возможно но даже если у него появится самосознание у него все равно не появится адреналина все равно не появится серотонина дофамина там и так далее и не появится биологической программы как там сказано плодитесь и размножайтесь вот мы ее можем там конечно заложить он ее может создать но это не то что будет им управлять это будет просто один из элементов кода в нашем случае это первая очередная вещь поэтому если нас запереть в угол мы будем драться поэтому если нам дать бесконечное удовольствие мы не сможем от него отказаться и так далее и так далее это иррациональности и в этом смысле желание власти захвата власти это же наша от нашей уязвимости потому что вы чувствуете себя уязвимым вы хотите властвовать потому что как только вы властвуете у вас ощущение что вы перестали хотя вы становитесь самым уязвимым из всех возможностей как говорит Александр Демчанович самая вредная профессия это была им царь российский стреляли через одного власть ну что спасибо проводим еще раз благодарим и да слово Александр Александр меня зовут я хотел бы поблагодарить вас Андрей за во-первых от лица работников нашего магазина нашего предприятия оживили прямо скажем книжные полки книги и да сейчас всем понятно что ну неординарные люди создают эти ну вот все что здесь стоит на полках за всем этим люди и люди полном помеченные вот где-то как вы наверное поэтому спасибо ну и спасибо вот наших посетителей да действительно интересная получилась встреча и я брат не часто магазин честно говоря молодые лица ну наверное все у нас в порядке в том числе с вашей помощью и я хочу подарить вам книгу про Беларусь которая ну часть ее потери где-то вам храм и крови называется это храмы и кроведения и поэтому досуги пожалуйста посмотрите спасибо большое спасибо большое спасибо большое всего доброго и что я хотел бы сказать когда вы смотрите следите за новыми сообщениями о том что вы проходите у нас еще про книги новые мероприятия и также новая литературная встреча